Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим окрошку с помощью мультиварки. Для приготовления нам потребуется 300 грамм вареной колбасы, 5 крупных яиц, 600 грамм картофеля, 450 грамм огурцов, 100 грамм зелени, я взяла укроп, петрушку и зеленый лук. При желании можно еще добавить редис. Окрошку обычно заправляют или квасом, или минеральной водой, кто-то заправляет кефиром или сывороткой. У меня сегодня будет квас. Для начала поставим варить картофель и яйца. Яйца и картофель необходимо помыть хорошо. Выкладываем их вместе в чашу мультиварки. Заливаем холодной водой, так чтобы вода покрывала и яйца и картофель. Закрываем крышку мультиварки. Варить овощи буду на режиме варка. Если у вас нет режима варка, можно использовать режим рис крупы. 40 минут. Нажимаем старт. Пока картошка и яйца варятся, мелко порежем другие ингредиенты. Огурцы. Мелким кубиком порежем колбасу. Вот так. Очень мелко порежем зелень. Чем мельче, тем лучше. Зелень режем всю сразу. Прошло 40 минут. Яйца и картошка сварились. Сливаем кипяток и добавляем холодную воду. В порезанную зелень добавляем 1 третью чайной ложки соли. С помощью деревянной толкушки или обычной ложки необходимо соль и зелень измять. То есть зелень должна впустить сок. Это обязательное условие для приготовления окрошки. То есть хорошо-хорошо мнем. То есть вот такая помятая зелень должна получиться. Видите, она стала очень влажной, сочной, дала сок. Мелким кубиком порежем яйца. Остывают они, кстати, очень быстро в холодной воде. То есть я просто переложила все в холодную воду и картошку и яйца. Буквально 5-10 минут все остыло. Осталось порезать картофель таким же мелким кубиком. Теперь смешиваем все порезанные ингредиенты. Зелень, яйца, колбасу, огурцы, картофель. Все хорошо перемешиваем. Порционно я потом уже добавляю квас. Добавляю натертую на терке редиску, потому что не все любят с редиской. Редиска придает пикантный вкус такой. То есть здесь все перемешали. Это основа для окрошки. Сначала порционно выкладываем основу для окрошки. Сверху добавляем натертый на крупной терке редис. Заливаем это все квасом. Добавляем сметану или майонез. У меня сметана. При необходимости добавляем соль по вкусу. При желании в окрошку можно добавить горчицу или хрен. Пишите в комментариях, какие добавки вы добавляете в окрошку. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok